Так, 100, 200, 300 долларов. Какие 300? Просили до 30. 30 долларов. Топ ТВ-боксов до 30 долларов? Топ. До 300. Нет, до 30. Просили до 30. Там 1.0. Это какой должен быть ТВ-бокс? Который ты включишь, и он взорвется? Нет, это тот, который включишь, и он не взорвется. Ну тогда только если дорабатывать. Хотя бы прошивку поменять. Такое пойдет? Ну давай пробовать. Ну слушайте, ладно, раз уж так хотите, давайте так. Есть ТВ-боксы действительно до 30 долларов, и даже до 20 долларов, на которые существуют сторонние прошивки, например, Слимбокс. И действительно, при прямых руках и нормальном уровне подготовки, для того, чтобы прошить самый элементарный ТВ-бокс, вы получите нормальный ТВ-бокс за нормальную цену. Еще и сможете сэкономить. Конечно же, подписавшись на мой канал и нажав колокольчик, вы сможете не пропустить дальнейшие наши обзоры. Это раз. Во-вторых, ссылки на все обзоры, скажем так, вернее, на обзоры самого топового, я разместил в описании под видео, и, конечно же, ссылку на Слимбокс прошивки. Но тут вот у нас еще возникает один вопрос. Многие же будут ожидать за 30 баксов чего? Что, может быть, там будет какой-то мега суперовый Wi-Fi? Нет. Wi-Fi зачастую там действительно немножко слабоват. Но с учетом того, что... Но он там есть? Конечно, есть. И 5 ГГц есть, и 2.4 есть. И даже Lana J45 зачастую 100 Мбит. Ребят, можно сделать такую подборку. И раз уж вы так сильно просили, Лиса, ну я вот только из-за того, что ты меня просишь, я сделаю такую подборку конкретно до 30 долларов. Давайте так, на канале Технозон. На лето и осень 2024 года. Поехали. Честно говоря, вы можете даже за 11 долларов что-то попытаться купить, но это у нас 2 внетоповых места. Сразу говорю, это будут ТВ-боксы на Allwinner H313. Сейчас не надо на меня ругаться, я их не рекомендую. Я просто говорю, что они есть. И говорю об их существовании только лишь в том аспекте, что на них существует слимбокс-прошивка. Да, на вот этот вот Таникс ТХ1 существует слимбокс, 2 на 16 версия. За 13 долларов, ну что если денег нету, за 13 баксов взял, помучился с двумя проводками, прошил его и, ну что помучился это? И прошивается очень просто. И получили ТВ-бокс, на котором, например, на IPTV тупо вот, то тупо IPTV смотришь. Потому что он думает, он не будет работать, не будет. Но это вот в не топ Таникс ТХ1 и вот этот вот X96Q, AI, как они написали. А при чем здесь AI? Вот объясни мне, какой искусственный интеллект? Может быть, в ТВ-боксе за 15 баксов на мега каком-то фуфлыжном процессоре Allwinner H313. Эта версия при том у нас 2,4... А, здесь 1,8, блин. Я не знаю. Ты думаешь, да? Но при этом, что здесь только 2,4 ГГц Wi-Fi и нет Bluetooth. Охренеть. То есть, ну он 15 баксов. Так же, как и Таникс ТХ1, здесь, знаешь, что у нас стоит 2,4 ГГц... О, и 5 ГГц Wi-Fi. Они AC пишут. Ну ладно. Ну ладно, есть и... Ну такое. Я просто выбирал по принципу того, что можно из чего-то хотя бы что-то слепить. А вот дальше ТВ-боксы, я вам могу сказать, я более-менее знаю хорошо. Потому что они все будут основаны на одном процессоре. Amlogic S905X2. Ой, не X2, а W2. С поддержкой AV1 кодеком. С поддержкой, допустим, того же самого 4К 60 FPS, HDR, HDR10+. И начнем мы с Таникс ТХ3 Mini. Вообще называется ТХ3 Mini, но производитель это Таникс. Это их фишка. 30 долларов. Смотрите, 30 долларов за версию с 5 ГГц Wi-Fi. 2 на 16. Можете купить с 2,4 ГГц за 27. Просто что Таникс обычно у нас более такой стабильный производитель. Но не спешите его покупать, потому что есть более интересные предложения от Таникс на более лучшем месте. На четвертом месте у нас вот такой вот Amlogic S905W2-бокс. И он интересен только тем, что он стоит 21 бакс. Но все-таки 2 на 16. Четвертое место. На него существует тоже прошивка Slimbox. Можно купить, поставить. HDR, HDR10+, будет работать. Все хорошо. У него... Давайте я вам сейчас покажу более детально. Блин, ненавижу то, что сейчас сделали с Алиэкспрессом. Смотрите, у него есть Wi-Fi 5 ГГц изначально. Опять тот же самый Mali-G31. Ничем не примечательный, но тоже будет работать на сторонней прошивке Slimbox. И ожидать от этих ТВ-боксов, допустим, стабильной какой-то мега суперовой работы 5 ГГц, Wi-Fi под 300 Мегабит, не стоит, не будет. Сразу говорю, не будет. То, что они будут работать, например, Т95, он интересен тем, что за 28,72, за 28 доллара 72 цента вы можете взять 4 на 64. Ребят, 4 на 64. Поставить на него Slim, и это уже будет нифига себе ТВ-бокс. Под него пультик подобрать нормальный, и такой себе комплектик. Уже можно было записать пару серий фильмов, какой-либо пару фильмов, каких-то пару сезонов сериала взять с собой на дачу и смотреть кайфоват. Как вариант. Или с собой в командировку брать. Такое тоже, возможно, кому-то нужны полноценные версии ТВ-бокса. Но я вас не осуждаю, конечно же, это уже ваш выбор. На втором месте WONTER X2, очень именитый производитель, они заказали OEM на эту шайбу, тоже на M-Logic S905W2. За версию 4 на 64 вы заплатите 27 долларов, за версию 4 на 32 заплатите 25, и 2 на 16 вы заплатите 22 доллара. На втором месте он заслуженно, потому что на него меньше всего негативных отзывов, и я должен вас предупредить, что на него тоже есть слимбокс-прошивка, как и на первое место, которое примечательно тем, что за 2 на 16 можно заплатить 19,66. Но тоже, опять же, не рассчитывайте, что здесь у вас будет мега суперовый 5 ГГц Wi-Fi, потому что 2 на 16 вы не имеете. Там будет у вас Wi-Fi 2.4, а в версии 4 на 32 будет 5 ГГц Wi-Fi, который тоже, возможно, будет морочить вам мозг. Но опять же, тут есть поддержка EV1, и стриминговые сервисы, кроме Netflix, там какие-то местечковые в каждой стране, будут работать. Которые не требуют там мега супер строгого наличия DRM L1. Поэтому вот такой вот у нас топ, на первом месте TANIX W2, мы его рекомендуем как топ-1. Кстати, для тех, кто в Украине, он есть на Nexon, все ссылки разместили в описании под видео. Но такое уж топ, просили, получите. С вами был Дабл, на канале Технозон, пока.